В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! 146 боевых столкновений за минувшие сутки произошло на передовой. Больше всего противник атакует на Покровском, Торецком и Северском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. В частности, на Покровском плацдарме захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить бойцов сил обороны из занимаемых позиций у Воздвиженки, Юрьевки и Карловки. На Харьковском направлении армия РФ тщетно вела наступление у Лепцов и Волчанска. 1110 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в потери армии оккупантов составили более 555 тысяч. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили два российских танка, 17 боевых бронемашин, 59 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня и 3 средства ПВО россиян. Кроме того, силы обороны Украины поразили 36 беспилотников и 3 крылатые ракеты, а также более 60 единиц автомобильной спецтехники и цистерн. Средства противодействия дроном и патроны. Литва передала Украине новую партию военной помощи. Об этом информирует Минобороны страны. Вооруженные силы Украины уже получили груз. В этом году Вильнюс предоставил Киеву военной помощи на сумму около 115 миллионов евро. Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц Богдана для украинских военных. Ожидается, арт-установки, финансируемые Копенгагеном, будут доставлены в ближайшие месяцы. Об этом сообщают в Министерстве обороны Дании. Глава ведомства выразил надежду, что больше стран будут следовать датской модели закупок в Украине. Я надеюсь, что больше стран последует датской модели закупок в Украине. Возможности украинцев по производству оборудования больше, чем финансирование, которым они располагают в данный момент. Поэтому существует большой потенциал для заключения подобных соглашений, чтобы производить больше оборудования в Украине и в то же время способствовать развитию оборонной промышленности в Украине. Троэльс Лунд Поульсен. Министр обороны Дании. Из сообщения на сайте ведомства. 45 миллионов евро. Именно столько денег выделят для Украины страны-участницы коалиции дронов. Об этом говорится в их совместном заявлении, которое опубликовал правительственный портал Великобритании. Совместный фонд позволит осуществлять совместные закупки для быстрой и эффективной поставки беспилотников Украине. Страны-участницы коалиции дронов также призвали другие государства присоединиться к ее финансированию. Вместе с тем министр обороны Дании подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, в соответствии с которым Украина получит 1 миллион малых ударных дронов в течение года. Президент Украины Владимир Зеленский в Башингтоне встретился с представителями оборонных компаний США. Стороны обсудили перспективы совместного оборонного производства. Прежде всего речь шла о боеприпасах, системах ПВО, артиллерии, бронетехнике и беспилотниках. Встреча прошла в посольстве Украины в Соединенных Штатах. Владимир Зеленский также поблагодарил собеседников за сотрудничество и помощь Киеву в защите свободы и демократии. Полмиллиарда канадских долларов помощи для Украины. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о дополнительном пакете военной поддержки на встрече с Владимиром Зеленским. 500 миллионов канадских долларов – это более 350 миллионов долларов США. Кроме того, по словам Трюдо, его страна также готова оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим вследствие российского удара по детской больнице «Ахмадет». И реализация чешской инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов Украине – результаты первого саммита мира. Такие темы обсудили президент Владимир Зеленский и президент Чехии Петр Павел. Главы государств также скоординировали позиции перед заседанием Совета Украина-НАТО встречами коалиции ПВО и коалиции истребителей. Стороны уделили внимание и пути Украины к вступлению в Европейский Союз. Спикер Палаты представителей США поддержал снятие ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России. Об этом Майкл Джонсон заявил в комментарии «Голосу Америки». Он добавил, что этот вопрос обсуждался с делегациями стран НАТО на саммите в Вашингтоне. Джонсон объяснил, что такова воля Конгресса. И он также поддерживает снятие всех ограничений для Украины. Чтобы украинские защитники могли вести войну так, как считают нужным. Напомню, на полях саммита НАТО президент Украины провел встречу со спикером Палаты представителей. Зеленский подчеркнул важность устойчивой финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов. Члены НАТО должны превысить целевой показатель Альянса, который предусматривает выделение 2% ВВП на военные расходы. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли. Любая оценка растущих угроз, с которыми мы сталкиваемся, и глобальной нестабильности свидетельствует о том, что всем странам НАТО нужно будет сделать больше, чем просто достичь 2%. Джон Хилли, министр обороны Великобритании на саммите НАТО. Греция, Болгария и Румыния решили создать согласованный коридор военной мобильности. Об этом заявил министр обороны Греции. Военный коридор будет проходить через восточное крыло НАТО. План предусматривает объединение четырех портов и их соответствующих инфраструктур и сетей. Соглашение обеспечит возможность военным перемещаться с места на место в Европе и за ее пределами, и беспрепятственно пересекать пограничные пункты в ходе выполнения своей миссии. Кроме того, в Румынии создается крупнейшая в Европе база НАТО площадью 30 квадратных километров на более чем 10 тысяч военнослужащих. На базу, расположенную на побережье Черного моря, вскоре будет переведена часть персонала и личного состава авиабазы «Рамштайн», поскольку интересы коалиции все больше смещаются на восток в связи с российской угрозой. Лидер венгерской оппозиции партии ТИСА Петер Мадяр прибыл с визитом в Киев. Он почтил память павших защитников Украины у стены мемориала десяткам тысяч жертв войны Российской Федерации против Украины. Ранее Мадяр анонсировал свой визит в Киев и объявил сбор гуманитарной помощи для украинских детей после ракетного удара России по больнице Ахмадет 8 июля. Тем временем Виктор Орбан собирается продолжать свою так называемую миротворческую миссию. Об этом премьер-министр Венгрии заявил на встрече с президентом Турции Раджепом Таипом Эрдоганом во время саммита НАТО в Вашингтоне. В соцсети Икс Орбан назвал Эрдогана важным партнером и пригласил присоединиться к так называемой венгерской мирной миссии. Дипломатическую активность главы правительства Венгрии в Брюсселе не одобрили. Подробнее в материале. На следующий день после того, как Венгрия взяла на себя ротационное председательство в Совете ЕС, Виктор Орбан отправился с визитами сначала в Киев, потом в Москву, а затем в Пекин. В МИД Китая заявили, что Си Цзиньпин высоко ценит последнические усилия премьер-министра Венгрии. Орбан пояснил, это миротворческая миссия. Ее задача – усадить за стол переговоры в Киев и Москву. Президент Украины Владимир Зеленский так прокомментировал дипломатическую активность Орбана. Что касается премьер-министра Орбана, он был в Киеве и после этого улетел в Москву. Я не знал о том, что он летит в Москву. Это его независимый выбор. Что касается того, может ли он быть посредником, нет посредничества между Россией и Украиной. Могут посредниками быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Я думаю, что это могут быть Соединенные Штаты Америки, Китай, Евросоюз. Не какая-то одна страна в ЕС, а весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия. После визита в Пекин Виктор Орбан написал в соцсетях, что едет в Вашингтон для продолжения своей так называемой миротворческой миссии. А потом сообщил, что встреча с президентом Турции стала частью таких усилий. Полномочий для осуществления посредничества от ЕС у главы венгерского правительства нет. Виктор Орбан использует статус европейского председательства без согласия других членов Евросоюза. До сих пор в ЕС никогда не прекращали полномочия председателя Совета ЕС досрочно. Но возможности для этого у Брюсселя есть. В данном случае большинство стран Евросоюза занимают другую позицию, чем Венгрия. То тех чиновников, которые в Брюсселе сидят на постоянной основе, в частности Шарм-Мишель, их, естественно, это дело сильно разозлило, потому что они не сталкивались с такими историями, когда какая-то страна начинала достаточно серьезные какие-то движения, не согласованные с ними. Ракетный удар российской армии по детской больнице «Ахмадед» в Киеве Орбан счел подтверждением своей позиции. В своем сообщении в соцсети он ни словом не осудил Российскую Федерацию за совершенный террористический акт. «Трагическая и ужасная атака на Киев подтвердила наши опасения. Как и ожидалось, жестокость российско-украинской войны вышла на новый уровень. Поэтому 9 дней назад мы начали миротворческую миссию». Виктор Орбан – премьер-министр Венгрии в Фейсбук. Эксперты поясняют, в Брюсселе могут сократить срок председательства Венгрии в Совете ЕС и передать эти функции Польше. По регламенту она должна возглавить Совет с 1 января 2025 года. Полноценное членство Украины в Североатлантическом Альянсе не имеет альтернатив. В итоговом коммунике 75-го саммита НАТО отдельным блоком подробно прописали дальнейшие политические взаимоотношения с Украиной. Лидеры государств НАТО единогласно поддержали новую риторику Альянса относительно будущего вступления Украины в блок. Как известно, решения НАТО принимаются только в случае, если ни одно государство не выступило против какой-либо из его формулировок. Мировые СМИ отмечают, итоговый документ этого саммита является более амбициозным для Украины, чем Вильнюсская декларация прошлого года. Мы завершили заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств. Мы приняли важное решение, чтобы сделать более сильными союзников НАТО. На нашей встрече мы также решили предпринять дальнейшие шаги, чтобы еще больше приблизить Украину к НАТО. Поскольку Украина продолжает свои жизненно важные реформы, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к членству в НАТО. Работа, которую мы сейчас проводим вместе, гарантирует, что когда придет время, Украина сможет присоединиться без промедления. Вопрос не в том, будет ли, а в том, когда. Как и анонсировали в Альянсе, декларация саммита также вводит термин «мост к членству Украины в блоке». Что подразумевают в Соединенных Штатах под выражением «мост в НАТО», объяснил Майкл Карпентер, старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США. Мост – это все, что нужно для мгновенного вступления в Альянс в случае, если у его членов появится на это политическая воля. Документ, обнародованный на саммите в Вашингтоне, станет таким институционным мостом к членству в блоке. Он позволит Украине вступить в НАТО при получении приглашения в будущем. Майкл Карпентер, старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США. В интервью «Голосу Америки». Также в декларации саммита НАТО прописали выделение Украине финансовой помощи на 2025 год на сумму 40 миллиардов евро. Половину этой суммы покроют США, а другую половину – союзники. Как сообщала пресс-служба Белого дома, деньги пойдут на военную помощь, сопутствующие товары и обучение украинских военных. Средства от США уже заложены в дополнительном бюджете на безопасность, который президент Байден подписал в апреле 2024 года. В следующем году на саммите НАТО в Гааге пересмотрят взносы членов Альянса, поэтому сумму помощи могут увеличить, исходя из потребностей Украины. И НАТО назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Североатлантическим Альянсом. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Также он объявил о создании нового военного командования в Германии. Там будут обучать и оснащать украинские войска. Новую программу обучения украинских военных будут курировать высококвалифицированные генералы. Также союзники коллективно предоставят Украине помощь в сфере безопасности на сумму не менее 40 миллиардов евро в следующем году. А новый старший представитель НАТО в Киеве, назначенный генеральным секретарем Столтенбергом, углубит институциональные отношения Украины с Альянсом и послужит координатором взаимодействия НАТО с украинской властью. По завершению второго дня юбилейного 75-го саммита НАТО в Вашингтоне в Белом доме состоялся торжественный ужин лидеров стран-участниц НАТО. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл приветствовали лидеров. Во время своего выступления Байден поздравил всех с 75-летием Блока, а генеральный секретарь НАТО отметил, что это самый успешный, самый сильный и самый продолжительный альянс в истории. И подробнее эту тему будем обсуждать сейчас с нашим гостем. На связи Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы. Здравствуйте и рада Вас приветствовать. Да, здравствуйте. Сама формулировка полноценное членство Украины в НАТО необратима. Что это означает для Украины? Какова процедура далее? Ну, я думаю, что пока идет война, речь о вступлении Украины в НАТО не идет. Это говорит о том, что они фиксируют то, что Украина все-таки станет членом НАТО в дальнейшем. Но ничего не мешает Украине сейчас проводить интеграцию структуры НАТО. Это де-факто Украина и так уже, ну, по крайней мере, по военной инфраструктуре и по уровню взаимодействия со структурами НАТО уже является членом НАТО. Так можно сказать. Но они пока осторожничают, потому что они не могут давать никаких обещаний, поскольку, ну, пока идет война, пока нет достижения целостности государства в границах 1991 года, речь о вступлении в НАТО, поэтому они не поднимают эти вопросы. Многое. Что еще нужно для того, чтобы иметь право вступить? Ну, в принципе, вот это главные условия. И должны понимать, что чем чаще Украина будет бить по территории России, демонстрировать свою способность защищать в том числе и усиливать блок НАТО, тем более желанным гостем будет Украина. Почему? Потому что любая организация стремится брать к себе членов, которые не требуют каких-то, знаете, дополнительных, например, вложений, либо те, которые сами способны усилить блок НАТО, а Украина способна усилить блок НАТО. А вот это понятие в декларации саммита «Мост к членству Украины в блоке», чем именно оно поможет для вступления? Что оно означает? Ну, это такая дипломатическая просто формулировка, потому что мы должны понимать, что есть прецедент очень быстрого вступления в НАТО, это вот Финляндия и Швеция. Они, по сути, и так были уже готовы к вступлению, но по своей институциональной способности, по своим армейским возможностям они и так были готовы, например, они были нейтральными сторонами, но когда они решили вступить в НАТО, там был очень короткий срок. И тут вот, как бы, в данном случае, скорее всего, Украина будет настаивать на таком ускоренном варианте, когда создадутся условия. Заявления, которые прозвучали на саммите НАТО, что они меняют на поле боя для Киева, для Москвы, как считаете? Ну, для Москвы это сигнал о том, что поддержка будет, как бы они ни хотели, как они бы ни стремились, там вот F-16 будет поступать. Заявление Британии о том, что Storm Shadow можно применять вглубь территории России, в том числе, я думаю, что последует в том числе снятие ограничений со стороны Соединенных Штатов Америки и так далее, и так далее. Это плохие новости для россиян, все-таки война будет переноситься на их территорию, будет уничтожаться их не, в первую очередь, военная инфраструктура, а все, что касается энергетической инфраструктуры и других целей, это уже будет работать украинское оружие, которое производится в Украине. А вот помощь в 40 миллиардов, какая будет процедура использования этих денег, какое будет распределение их? Ну, она, скорее всего, уже обкатана, потому что Украине же несколько лет уже помогает, есть уже там четкие понимания приоритетов, сколько это приблизительно стоит. Вот, для развитых стран это вообще небольшая сумма в действительности, как и для европейских, так и для Соединенных Штатов Америки. И, в принципе, там уже все обкатано, тем более, что заключались же еще вот эти договора безопасности, там, в принципе, тоже фиксировалось, что помощь Украине будет предоставляться, взаимодействие ВПК и много чего другого. А введение старшего представителя НАТО в Украине чем помогает? Ну, это уже, знаете, такие бюрократические игры внутри НАТО, но, в принципе, и так я уверен, что там на уровне министров обороны и на уровне генерального штаба идет взаимодействие с военными в самом блоке, и так идут многие процессы. Ну, наверное, как бы, если НАТО, как организация, считает, что это как-то ускорит процессы, но это их не власти. Я считаю, что Украина и так очень активно взаимодействует с натовскими структурами. Ну, возможно, этот человек ускорит какие-то процессы. А то, что говорил советник президента США по вопросам нацбезопасности, он объявил о создании нового военного командования в Германии. Почему именно Германия? Ну, потому что в Германии самая большая база США находится еще с 45-го года. Вот Рамштайн, где происходят все мероприятия основные, это как раз же военная база США. И понятно, что США понимают, что нужно усиливать блок НАТО, и в данном случае базовым они взяли для себя Германию. В данном случае, как такого основного союзника, основную страну НАТО и по экономике, и по многим другим параметрам. Еще один аспект. Хочу с вами обсудить. Новые системы противовоздушной обороны предоставят Украине государства-члены НАТО. Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вашингтоне. Он отметил, это решение является историческим. В частности, системы стратегической противовоздушной обороны предоставят Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды, Италия и Румыния. Также в ближайшие месяцы США передадут Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО. По словам Джо Байдена, остановить путинскую агрессию – это задача, которая под силу украинской армии. Путин не хочет ничего меньшего, чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине. Не сомневайтесь, Украина может остановить Путина, и она это сделает. Как эта помощь укрепит оборону? И такая помощь, что означает для Украины в военном и в политическом аспектах? Ну, в военном это усиление ПВО все-таки, потому что россияне пока имеют возможность применять различные системы. Вот удар по Ахмадету как раз тому является свидетельством. Для того, чтобы закрыть всю территорию, нужно огромное количество ПВО, потому что Украина все-таки самая большая страна в Европе. И для того, чтобы закрыть там стратегические направления, это, ну, необходимо очень много в действительности систем ПВО. Уверен, что еще будет это усиливаться, это направление. Ну, и политическое это показывает о том, что помощь Украине будет продолжаться, несмотря на все старания России, которые она предпринимает в последнее время. Звучало заявление, что лучший способ обеспечить прекращение огня на фронте – это членство Украины в НАТО. Заявил об этом генеральный секретарь Альянса Йен Столтенберг на общественном форуме Альянса. Генсек отметил, что если бои в Украине прекратятся, то он хочет убедиться, что это действительно будет концом войны. Столтенберг также добавил, что для прекращения огня на фронте Украине необходимы гарантии безопасности. А самой лучшей и сильной гарантией безопасности будет пятая статья. Важной задачей на этом саммите будет то, что мы будем делать и какие принимать решения по Украине. Потому что это действительно то время, когда мы испытываем себя. Если мы хотим отстаивать демократию и свободу, то это сейчас и место Украина. Я ожидаю, что лидеры НАТО согласуют существенный пакет для Украины. По сути, этот пакет состоит из пяти элементов. Один из них заключается в том, что мы создадим командование НАТО в Украине, чтобы облегчить и обеспечить обучение и доставку помощи в сфере безопасности Украине. Здесь, Тарас, два момента. Что будет означать окончание войны в Украине? И как быть уверенным, что после этого окончания Россия не возобновит свои попытки в отношении Украины, не пойдет дальше в сторону Европы и остальных европейских государств? Для этого Россия должна быть максимально ослаблена. В первую очередь ударами украинской армии, ударами по энергетике, ударами по компрессорам нефтепроводов, газопроводов, для того, чтобы в России были существенные экономические проблемы. Это Украина может организовать. Касаемо других моментов, вступления в НАТО и так далее, Но президент заявил, что речь идет о границах 1991 года. Это поддерживают в первую очередь европейские страны этот момент. И тогда создаются предпосылки для вступления Украины в НАТО. Либо, если на данном этапе пока этого нет, то должны быть, значит, еще большие поставки вооружения, которые должны быть там усилены. Единственная вещь, которую сейчас понимает Российская Федерация, это сила. Об этом заявил президент Финляндии в Вашингтоне во время пресс-конференции. И, в частности, он сказал, что России следует понять, что бы она ни делала, происходит прямо противоположное. Украина станет членом НАТО и Евросоюза. Единственная вещь, которую понимает Путин и Россия, это сила. И Путин и Россия должны понимать. Что бы они ни собирались сделать, происходит прямо противоположное. Они хотели русифицировать Украину, она стала европейской. Они хотели предотвратить членство Украины в ЕС, она станет членом Евросоюза. Они хотели предотвратить расширение НАТО, Украина станет членом НАТО. Финляндия и Швеция стали членами НАТО. Кто силой говорит с Россией, кроме самой Украины? Здесь логично. Как думаете, что будет с вопросом по поводу разрешения штатов бить по территории Российской Федерации? Не, но это разрешение есть. То есть не разрешение, а то, что Украина продавила фактически это разрешение. Потому что своими ударами, особенно по станциям предупреждения ракетных ударов, Украина раскрыла блеф России, который она рассказывала всему миру о том, что будет ядерная война. Нет никакой ядерной войны, нет никакой ядерной угрозы. Поэтому углублять, настаивать в отношении с партнерами об увеличении поставок тех же Атакамсов ракетно на тысячу километров для того, чтобы углублять удары по территории России. Ну, например, если Украина продавит разрешение бить на 300 километров, это существенно ухудшит возможности россиян так просто бомбить Украину. Это значит, что самолеты должны будут дальше лететь, ресурс самолетов будет падать, потому что это плечо увеличивается, и логистическое, и много чего другое. Поэтому в этом отношении, конечно, это самое главное для Украины. Тарас, спасибо огромное за ваше разъяснение. Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, был с нами на связи. Но и тем временем Россия планирует проведение серии диверсий и терактов в Европе, в том числе на военных объектах Соединенных Штатов, сообщает СНН со ссылкой на источники. Компания по дезинформации, поджоге, саботаже и нарушении общественного порядка. Москва задействует агентов для дестабилизации ситуации в Европе. Все, чтобы ослабить поддержку Украины. Детальнее расскажет Лариса Петрук. Одна из стран-членов НАТО может попросить Альянса защите, предусмотренной пятой статьей Устава организации из-за гибридных атак со стороны России. Об этом журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса. Брюссель продолжит укреплять коллективную оборону и противостоять агрессии Кремля, заявил генеральный секретарь НАТО. Союзники принимают решительные меры, осуществляют аресты и проводят судебное разбирательство. Совместно мы активизируем защиту критической инфраструктуры, а также обмен информацией и разведданными. Действия России не помешают нам оказывать поддержку Украине в дальнейшем. Масштаб гибридных угроз настолько серьезен, что США впервые за последние десятилетия привели в состояние повышенной готовности военные базы в Европе. Ведь российские диверсии становятся все более наглыми и агрессивными, цитирует представителя НАТО телеканал CNN. Такого количества саботажей, террора и поджогов не было со времен Холодной войны, уверены в Альянсе. Разведданные, которые США получили за последние две недели, о которых ранее не сообщали, были сочтены достаточно тревожными, чтобы ввести дополнительные протоколы безопасности, сообщили источники. Несколько военных баз США в Европе повысили уровень готовности до состояния, которое применяется в случае инцидента или получения разведданных, указывающих на вероятность какой-либо формы террористических действий или нацеливания на персонал или объекты, согласно данным армии США. Из публикации на сайте CNN. Необходима долгосрочная стратегия противодействия и сдерживания агрессивных действий России. Мы наблюдаем скоординированную политику гибридной деятельности России по всей Европе. Все больше попыток уничтожить гражданскую инфраструктуру диверсий на объектах, связанных с поставками вооружений. В рамках нашей реакции нам нужно объединить усилия. Это не отдельное событие, а часть более широкой картины. И это означает, что у нас есть общее понимание угрозы, и нам также необходимо разоблачить эту деятельность публично. Помимо физического вреда, Кремль продолжает атаковать информационное и киберпространство союзников Киева. Специалисты Министерства юстиции США разоблачили российскую ботаферму. Хакеры создавали фейковые аккаунты якобы американцев в соцсетях. Так они распространяли прокремлевские нарративы и критиковали поддержку Украины. В Вашингтоне считают, что к организации ботаферм может быть причастен подсанкционный пропагандистский телеканал Russia Today. Министерство юстиции сорвало поддерживаемую российским правительством пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта и ботафермы для распространения дезинформации в Соединенных Штатах и за рубежом. Поскольку российское правительство продолжает вести жестокую войну против Украины и угрожает демократиям во всем мире, Министерство юстиции продолжит использовать все наши законные полномочия для противодействия российской агрессии и защиты американского народа. Мерик Брайан Гарланд, генеральный прокурор США. Из заявления на сайте Министерства юстиции США. В национальной разведке США считают Россию самой активной иностранной угрозой для выборов президента страны. В этом выпуске ставим точку. Итоги дня будут в 21.00 по Киеву. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok